коллеги добрый день сегодняшнее занятие будет посвящено инфраструктуре электронной почты мы рассмотрим каким именно образом устроены типичные почту почтовые серверы каким образом маршрутируется электронная почта в интернете какие основные протоколы при этом используются и и развернем свой собственный полноценный почтовый почтовый сервер и также в конце если я надеюсь останется время мы рассмотрим методы защиты от спама которые применяются чаще всего и и так как вообще выглядит весь жизненный цикл письма типичного от момента когда его отправят до момента когда когда его прочитают адресат это выглядит следующим образом как только письмо отправляется она по протоколу смтп почтовый клиент обычно авторизуется на почтовом сервере и отправляет на него письмо в этом случае есть два две возможных сценария того что придется им письмо но в простейшем случае когда нужно когда она предназначается только одному адресату в таком случае почтовый сервер должен решить был обработает ли но это письмо самостоятельно или перешлет какому-то другому почтовому серверу решение это принимается большинстве случаев согласно домену на котором находится адрес получателя если этот почтовый сервер настроен таким образом что данный домен он считает для себя локальным и обрабатывает сам то он обработает это письмо самостоятельно согласно своей конфигурации если же это домен для данного почтового сервера локальным не является то он должен отправить письмо на какой-то другой почтовый сервер как он узнает куда ему отправить письмо мы рассматривали этот вопрос еще на третьем занятии когда обсуждали dns один из типов записей в типичной для на зоне это mx почтовый сервер для данного домена для того чтобы понять на какой же сервер отправлять письмо для данного домена с мтп сервер должен разрезовывать для этого домена м их записи и посмотреть какие именно почтовые серверы и с каким приоритетом для этого домена доступны и затем пытая пытаться перебирать эти почтовые серверы в порядке возрастания числа включающего за приоритет то есть чем меньше число тем скорее на него попадет это письмо да смотрите здесь обычно в это в простейшем случае это выглядит так что есть смтп сервер с которым взаимодействует например почтовый клиент или смтп сервер находящийся на почтовом сервере на котором развернут веб-интрофейс почты если вы работаете с веб-интрофейсом почты этот почтовый сервер приняв письмо от клиента или от веб-приложения должен принять решение что с этим письмом делать должен ли он его обрабатывать самостоятельно или присылать другую другому почтовому серверу если да то какому пересылать в теории могут при условии что например для этом почтовом сервере настроена самостоятельных решений не принимать всю почту например пересылать на какой другой почтово серверの пселей в таком случаева в таком случае снять сервер действительно не будет прислать письмо пришли рынок-принимать решение поэтому горит он просто персонажи письма на риле я уже начала и должен будет понять что с ним делать до могут таком случае выстраиваться цепочки в простейшем случае цепочка состоит из двух почтовых серверов отправителя и получателя а в самом простейшем из одного почтового сервера если он готов сам обслужить письмо для того домена на которое мы отправлю например если вы отправляете письмо с одного ящика этого домена другой ящика этого же домена почтов почтовому серверу который домен обслуживает ни к чему его как пересылать он может сам обрабатывать ну если почтовый сервер не настроен обрабатывать данный домен локально он должен понять куда его отправить при этом Он возьмет и разрезовывает MX-запись. Посмотрим на примере. Как видите, будет разрезовывая MX-запись. Например, если отправлялось письмо на какой-то ящик в домене gmail.com, то почтовый сервер в таком случае получит 5 вариантов того, куда можно отправить письмо, но они будут идти с разным приоритетом. Вот видите, здесь приоритет 5, 10, 20, 30, 40. И в данном случае, чем меньше число, означающее приоритет, тем выше сам приоритет сервера. То есть сначала он должен будет пытаться отправить письмо на gmail.com или google.com, затем, если не получится туда, то на этот сервер, если не получится на него, то на этот, то и так перебирать до этого в порядке возрастания этого условного числа. Далее, получив письмо, для данного домена уже почтовый сервер получателя, который, скорее всего, если нет какой-то ошибки в конфигурации, поскольку он для этого домена вписан в MX-записи, он должен уметь обрабатывать каким-то правильным образом письма для этого домена, получит это письмо и выполнит с ним необходимые действия. Например, он его проверит на спам. И в результате проверки либо дропнет, либо доставит адресату. И проверит, есть ли такой адресат, и если такого адресата нет, то отправит соответствующее уведомление о том, что письмо не может быть доставлено, так как нет такого адресата. Такова основная концепция взаимодействия с МТП сервером. Но что же происходит с письмом дальше? Вот он попал на целевой СМТП сервер, готовый обработать это письмо, поскольку настроен на то, чтобы считать письма для данного домена своими. Что же происходит? Неужели непосредственно СМТП сервер может взять и отдать письмо пользователю? Это не так, за исключением случаев, когда используются комбайны типа экченжа, которые реализуют и СМТП сервер, и сервер для выдачи писем. Но обычно эти компоненты между собой разделены. Взаимодействие, отправка писем через интернет, получение писем для одноотправки от клиентов осуществляют СМТП серверы, а выдачу полученных писем пользователям осуществляют серверы, работающие протоколом для выдачи писем, POP3 и MAP. В чем идея этих протоколов? Изначально, когда еще давным-давно персональных компьютеров вообще не существовало, протокол электронной почты уже появился. Первые версии протокола для электронной почты появились уже в середине 70-х годов. В те годы о выдаче писем какой-то речи не шло, получатели их смотрели прямо на том компьютере, который их получил, потому что компьютеров тогда было мало. Шли годы, появились персональные компьютеры, появилось разделение на серверы, осуществляющие в данном случае взаимодействие протоколы СМТП, отправляющие друг к другу письма, и персональные компьютеры пользователей, на которых пользователи хотели эти письма смотреть. Но протокол СМТП к тому времени был жестко стандартизирован, закреплен, и он уже не позволял никаким образом взять и отдать письмо на почтовый клиент. Поэтому понадобилось изобретать другие протоколы. Таким протоколами стали, например, протоколы СМТП, то есть современный его вариант протокола ПОП-3, отвечающий за то, чтобы почтовый клиент мог скачать письма с сервера, например, дать команду серверу удалить эти письма у себя, то есть уже не хранить, и дальше поступить с ними по своему усмотрению, например, разложить каким-то образом согласно правилам фильтрации по папкам, или просто показать, как есть пользователю. Этот протокол довольно хорошо работал в смысле минимизации нагрузки на сервер. Все, что должно было сделать по этому протоколу сервера, это отдавать письма клиенту и удалять их у себя, когда клиент скажет так сделать. Какие проблемы по-вашему может вызвать подобная модель работы? В чем может быть ключевое неудобство? Да, верно. Как быть, если у пользователя есть несколько почтовых клиентов, например, на рабочем компьютере или на домашнем, там о каких-либо смартфонах в те годы речь не шла, когда этот протокол появлялся. Тогда в таком случае, во-первых, нельзя просто так взять и почистить письма сервера, поскольку тогда, может быть, другой почтовый клиент их еще не получил. Их нужно будет чистить только спустя какое-то большое время, когда уже точно все их получили. Ну и кроме того, ответственность за то, чтобы эти письма раскладывались на клиенте одинаково, ложиться на клиент, за тем, чтобы, например, у них был одинаковый набор фильтров писем или что-то в этом роде. Это несколько оказалось неудобно для пользователей, и понадобился протокол, который позволяет оперировать с письмами на сервере. Например, держать на сервере структуру папок и раскладывать в нее письма, так, чтобы эта структура была одинаковой для всех клиентов, которые с этим сервером работают. Эту задачу решает протокол МАП. Он, с одной стороны, создает большую нагрузку на СМТП сервер, с другой стороны, предоставляет больше возможностей клиентам. Например, протокол МАП позволяет клиенту не скачивать письмо целиком, а получить его заголовки, для того, чтобы понять по этим заголовкам, что от этого письма, чего от этого письма вообще клиент хочет. Например, у вас есть почтовый ящик, в нем лежат входящие письма. В каких-то из них могут быть даже какие-то крупные вложения. Вам хочется посмотреть просто список тем этих писем и их отправителей. Например, на мобильном устройстве, на котором скачивать много писем, некоторые из которых могут весить по много мегабайт, не очень хочется. Протокол МАП решает эту задачу. Он позволяет отдельно отдать заголовки писем, в которых находится вся служебная информация, тема, отправитель, получатель, даты и тому подобные вещи. И отдельно тело писем, которые будут скачаны только в ситуации, когда оно действительно нужно. Рассмотрим работу этих протоколов на примере. Вот пример отправки письма по протоколу СНТП вручную. Вы можете попробовать сделать что-нибудь подобное самостоятельно. Просто не всегда стоит ожидать, что письмо придет, потому что это слишком наивно с точки зрения алгоритма современной защиты от спама, и, скорее всего, ваше письмо будет просто отфильтровано. Но, тем не менее, в качестве примера взаимодействия с почтовым сервером, это пример валидный. Сначала происходит рукопожатие, клиент сообщает, от какого домена он пришел, ну или опционально сообщает произвольные вещи. Многие СНТП-серверы весьма лояльно относятся к произвольному содержимому сообщениях ОЛО. И после того, как произойдет подобное рукопожатие, почтовый сервер готов узнать, кто отправляет письмо и кому он отправляется. После того, как почтовый сервер узнал, от кого письмо, что он готов оттуда принимать, и решил, что он оттуда готов принимать письма, узнал, кому отправляется письмо, и решил, что готов принять письмо для этого адресата, то есть, например, данный почтовый ящик существует, и у него не переполнена квота на занимаемое дисковое пространство или что-нибудь в этом роде после этого появляется возможность отправить тело письма тело вернее я говорился отправить само письмо в данном случае письмо состоит из заголовков и тело письма заголовки включает себя в информацию о самом письме когда она была отправлена дату тему от кого она была отправлена кому она была отправлена здесь такого заголовка в этом примере нет для краткости произвольные вещи связанные с например по подписью электронной подписью письма что мы увидим дальнейшем и после двойного переноса строк после заголовков собственно идет тело письма в котором в специальном формате могут можно держаться как просто текст так и на в например вложение в то который будет так и помечено как вы как вложение и будут отображены любым большим клиентом или веб интерфейсом как приложение письму файлы тем не менее они будут и тени будут также просто текстом в теле письма да да через одну сотню до у спали с почтовым сервером яндекса если вы разрезал ведь тем их запись я для домена яндекс.ru увидите что нарезал лица в макс яндекс.ru я подключаюсь к этому к этому доменному имени отвечает один из почтовых серверов яндекса находящихся за балансировщиком нагрузки и через это среди соединение я отправляю письмо как вы видите дизайн протокола отличается от того что происходит в htp в htp и любой htp запрос можно отправить в принципе в любой момент тем не менее так как этот протокол как называется стейтласс а здесь имеет место стейтл протокол то есть например принять от клиента mail from он готов это после холло а ртп титу только после mail from а дату только после того как пройдут все предыдущий этап то есть должно произойти несколько этапов взаимодействия между клиентом и сервером и зависимости от того на каком этапе они сейчас находятся сервер готов или не готов принять от клиента разные запросы именно в рамках протокола смтп до в чем ваша проблема например когда вы открываете веб-страницу там и степи с яндекс ру вы тоже взаимодействуете напрямую сервером яндекса по есть теперь при себе сюда да точно так же как и в случае чтепи вы также можете перехватывать трафик да существует с с ссс ссс льны и возможности возможно 10 по смтп внутри цель тоннеля существую для этого используется часто порт 465 кроме этого даже в рамках вот такого взаимодействия есть возможность сделать старт тлс так называемый перейти к шифрованному взаимодействию но для для простоты можно показать работу таким образом действительно 100 точки зрения безопасности работа через большой интернет по не шифрованному протоколы с мтп считается не очень хорошей практикой но для но для примера подойдет есть и так и так также как по и степи ему содержимого запросы и ответы на них выходит не шифрованными почти пьеса внутри сель-тоннеля но практически любой протокол все наше время который был был бы когда-то не шифрован в наше время уже обернули в ссс и дали возможность взаимодействовать таким образом в зависимость и от что безопасным от чего смотри смотрите понятие безопасности определено только когда вы говорите от каких углу угроз вам интересно защититься от угрозы перехвата посередине от от угрозы подмены письма или от угрозы скажем для вас как администратора сервера что содержимое этого письма кажется для него вредоносным как например популярный сервер экзим регулярно к оказывается уязвимым к тому что специально оформленным заголовком можно выполнить код на сервере или что-нибудь в этом роде какой безопасности идет речь хорошо перри от перехвата спасают стандартные механизмы raw с селя и использование протокола с мтп ну или хотя бы старт тлс внутри обычного с мтп это уже практически всегда делают обычную текстовую с мтп сессию здесь привел в качестве учебного примера хорошо и как можно видеть после там после того как отправка письма завершена почтовый сервер сообщает о том что это письмо им принято переда передает к кода 200 код ответа 250 ок и указывает в данном случае свой собственный служебный идентификатор под которым он это письмо собирается обрабатывать если например в итоге письмо не дойдет то можно обратиться к администратору данного сервера с этим идентификатором чтобы убрать дальнейшую судьбу письма работу с протоколами поп-3 и и map мы уже обсудили и сейчас перейдем к рассмотрению конкретных почтовых серверов изначально в юник системы к самым распространенным из ртп сервером был сен mail у него было два основных недостатка это монолитная архитектура которая приводила к его регулярно выявляемым и бы и багом и проблем с безопасностью заключается в отсутствие разделения ролей между компонентами и тем что сам этот сервер был довольно довольно сложным ну и кроме этого наверно еще более важная проблема мало ли у нас таких уязвимых программ есть но очень недружественным пользователю был был и остается формат конфигурации сен мэл а поэтому во многом в первую очередь именно поэтому от него стали отказываться для замены сен мэл а был начался проект постфикс и этот проект оказался успешным он сейчас используется в качестве почтового сервера по умолчанию во многих дистрибутивах включая археал центов 7 и считается одним из наиболее широко распространенных стандартных почтовых серверов проект постфикс характеризуется с тем что за все время его существования это уже около двадцати лет ну наверно меньше 18 если на скидку помню кодин девятого года начался у меня было обнаружено ни одной серьезной визуимости например именно поэтому в качестве почтового сервера по умолчанию которого не требуется большой функциональности его поставляю поставляют его они его основной конкурент почтовый сервер экзим который хотя и обладает некоторых местах гораздо большими возможностями регулярно и оказывается уязвим уязвимым местом смысл смысле своей безопасности и если я совсем чего-то через чрезмерно чрезмерного почтового сервера не нужно то то постфикс часто бывает лучшим решением поставила забыл можно не обновлять многие годы и скорее всего в этой версии ничего страшного нет рассмотрим пример конфигурации по постфикса которые используются по умолчанию по умолчанию в дистрибутиве cintos 7 у настроен как как открытый рилей который без авторизации принимает вовсе письма с локального хоста имею понятие рилы имеется ввиду то что он принимает письмо и в дальнейшем самостоятельно его отправят право отправляет согласно известному уже алгоритму который мы сейчас обсудили и любое приложение находящийся на этой машине может передать передать для отправки письмо на любой домен этому почтовому серверу как вы видите в конфигурации присутствуют служебные данные о том где он будет хранить свою очередь и где находится его каковы компоненты и тому подобные вещи слушать он будет только на локальном хосте по обу по всем обоим протоколам имеется ввиду ipv4 и ipv6 и как локальный он будет рассматривать только письма на домен совпадающий с хостным этой машины на домен localhost или на localhost . домен этой машины и все остальные письма был будет отправлять на другие почтовые серверы согласно описываем алгоритму резолвить и мы к записи отправлять на ему сервер до данного домена письмо также уклук указано что алиасы между почтовыми ящиками витязь и алиасов но мы это рассмотрим позже набор служебных данных какие именно где именно находятся различные компоненты подпекса и где находится его примеры и документация в такой конфигурации он обычно работает мы сегодня для теста развернем чуть чуть более сложную в на нашем учебном почтовом сервере будет постекс работающий как полноценный почтовый сервер готовый принимать по письма не только от локальных приложений но но и отовсюду для нашего домена как готовы проверять по авторизацию пользователей для данного почта на данном домене и от про и отправлять для авторизованных пользователей письма на любой домен также был у нас будет по сервер выдачи почты дэви код который будет выдавать его протоколы map и веб-интерфейс конфигурации почтового сервера который позволит создавать и удалять ящики в таком так сказать такой простейший конфигурации уже может работать например какой-нибудь простой корпоративный почтовый сервер начнем постекс в минимальной инсталляции обычно установлен поэтому установим 2 код и обсудим каким образом будут взаимодействовать компоненты пока дэви код устанавливается принцип работы такой таков в конфиге на два слайда раньше мы видели замечательный параметр my destination в этом параметре указывается какие именно домены подпикс готов рассматривать как свои если на один из этих доменов что письмо то он батону обрабатывает его самостоятельно если письмо прошел какой-то другой домены имеет и данном случае разрешена отправка этого письма то есть например пользователь авторизован или же отправка любых писем то после будет его отправлять по описанному алгоритму что же делает поспех с письмами которые считает своими по умолчанию он доставляет письмо просто файл в арсу в арску mail имя пользователя и в этом файле просто храня хранятся все письма данного пользователя для взаимодействия с серверами выдачи почты используются два основных метода либо протокол в мтп local mail трансфер протокол по которому пост фикс может самостоятельно передать до дэви коду это письмо либо сервер доставки может самостоятельно отслеживать содержимое в варс пол-мейлы для известных пользователей забирать оттуда письма и складывать у себя в нашем случае будет использоваться первый механизм при котором дэви код может быть будет получать письма от по фиксы по протоколу в мтп какие существуют основные форматы хранения писем на почтовых серверах один из них мы уже обсудили тот который используется по умолчанию по фиксам это так называя так называемый мы мыл бокс при котором все письма одного пользователя хранятся в одном файле это не не совсем буду удобно с точки зрения работы с большим количеством письма с точки зрения того как и письма будут распределены скажем по папкам например если для работы по протоколу поп-3 когда письма просто отдаются клиенту и удаляется такой формат хранения еще бы под может быть подошел хотя бы при команде на удаление конкретного письма приходило бы считывать весь файл просто писать на его новый без этого письма если он удаляется куда-нибудь из середины но еще можно было бы так жить то для работы протокола и map это было бы очень тяжело приходило бы отдельно хранить хранить данные о том какой из этих писем в этом одном гигантском файле в каком папке находится какие у него прочитано но или не прочитано и него могут быть выставлены метки и тому подобные вещи для того чтобы мы с письмами можно было работать по постаколу и map существуют другие форматы хранения писем дави-код поддерживает два основных формат the box and the box формате the box письма хранятся в виде отдельных файлов по одному на письмо соответственно эти отдельные файлы раскладываются по папкам которые существуют почтовом ящике данного конкретного пользователя в отдельных специальных файлах хранятся их свойства это флаги флаги прочитанности и тому подобные вещи однако несмотря на то что этот механизм несколько лучше чем хранение всех писем в одном файле у нее тоже возникают свои проблемы эти проблемы возникают писем становится десятки и сотни тысяч а может быть и миллионы многие файловые системы не очень хорошо работают с мисс миллионами мелких файлов и какая-то крупная операция над почтовым ящиком скажем чистка одной отдельно взятой папки может занимать его очень большое время или скажем резервное копирование этого ящика можно просто взять и скопировать миллион файлов это тоже занимает большое время для того чтобы как-то совместить достоинства и недостатки этих механизм этих методов хранения придумали mdbox в котором который представляет себе нечто среднее между этими двумя механизмами папки на этот письмо находящиеся в одной папке хранят хранятся по не по несколько писем на один файл но этих файлов также может быть больше одного чтобы их не стоит чтобы писем одном файле не становилось слишком много но и и соответственно файлы эти разложены попал к присутствующим данном почтовом ящике таким образом не придется хотя бы эту структуру хранить отдельно а для того чтобы быстро найти содержимое конкретного письма существует отдельные индексные файлы в которых хранится то в какой папке находится то или иное письмо какой файл находится то или иное письмо какие у него свойства и на какой конкретно по его позиции файле она начинается и я именно этот формат мы будем использовать сейчас для примера кроме для того чтобы и постпекс не до векли и дэви код и веб интерфейс могли взаимодействовать с одними и теми же учетными записями пользователей можно было и их свободно создавать сюда удалять минимуме и менять технологию и так далее мы будем использовать хранение данных по пользователей а также доменов сконфигурированных на данном сервере в базе данных москвей содержимое данные бы содержимое либо базы в основном виде при присутствует на самом деле вот ведь вот в этих вот замечательных письменах к тому кто знает что такое быстрее 4 а не обязательно бинарных любых данных да но а в чем его среди суть как 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 она работает дави да верно любые любой символы из 8 8 байтной кодировки отображается в 8 битной кодировки правда 6 бит на то есть три любые три байта отображаются в четыре у которых используется только 6 младших разрядов даже если быть точно не 6 младших разрядов а используется только что 4 варианта входящие в таблицу силу символов на скажем типичных телетайп для того означали создавались такие кодировки чтобы можно было передавая передавать все произвольные данные с помощью средств изначально рассчитанных на передачу просто текста и как вы понимаете объем данных в таком случае возрастает на треть в данном случае это оказалось удобным для того чтобы сохранить архивы с дампом схема базы поскольку дам схема жмется очень-очень сильно то выигрыш по месту гораздо больше чем про чем проигрыш от b64 и в итоге удалось поместить дамп просто на слайд чтобы могли вас копировать и воспользоваться им итак для начала накатим этот дамп на новую созданную базу данных у меня она по моему во всех примерах называется mail и и для для простоты также называется пользователь такой же него пароль для работы с этой базой в так как в реальных проектах так делать конечно нельзя как минимум пароль должен было бы быть гораздо сложнее но для для учебных целей подойдет я предлагаю вам всем завести такого пользователя и развернуть схему данных в ему когда мы когда вы это сделаете мы 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 продолжим разворачивать учебный почтовый сервер это конфигурация постпекса для полноценного хоста конфигурация отличается сильно а именно у его теперь во первых указана на методы авторизации во вторых указано какие именно вещи брать из москвы или указаны пути к конфигурации того каким как именно эти вещи брать из москвы или и и также сконфигурированные параметры касающиеся до доставки и писем дэви кодов поэтому я бы я предлагаю взять и поместить его и тси подпикс main.cf подобное содержимое это держим и мы сейчас подробно рассмотрим как видите такие данные как виртуальные алиасы то есть соответствие одних и имеют наименование почтового ящика другим а также домены обслуживающие обслуживаемые данным почтовым сервером локально и и собственно данные касающихся со самих аккаунтов их паролей берутся из москвы или примером использования виртуального алиаса было бы например создание рассылки предположим вы работаете в какой-то компании и там уже нужна рассылка инфа письма на которую приходили бы скажем всем пользователям компании в таком случае в качестве создался бы специальный виртуальный виртуальный алиас инфа который бы соответствовал всем заведенным на домене этой компании почтовым ящиком кроме этого один почтовый сервер мог бы обслуживать сразу не несколько доменов скажем если бы у этой компании было несколько доменов там например домене рудами в домене ком и так далее и например скажем русскоязычная служба поддержка работала бы на домене в зоне ru а иному а много а скажем так иностранная служба поддержки в домене домене ком и нужно было поддерживать и то и другое на одном почтовом сервере это также можно было бы для того чтобы это обеспечить не переконфигурирует сам сервера просто завести это в базе данных соответственно домены обрабатываемые данным почтовым сервером также будут браться из базы и для того чтобы не приходилось переконфигурировать сервер для добавления или удаления пользователей пользователей их пароли также живу находится в базе данных здесь указаны формальные лимиты для мэлбокса но это просто для примера что так бывает поскольку конечно же на самом деле после к самым мэлбокс ничего хранить не будет а протоколом т.п. будет отправлять данные по в дэви код в транспорт мэпсах указано каким образом обработал ротить поступившие на сервер письма и далее важный элемент конфигурации это это разрешение на отправку то есть в первую очередь все разрешается тем кто правильно сможет авторизоваться на данном клее на данном почтовом сервере в дальнейшем случае другу противным случаем разрешить откуда-то отправлять письма можно через специальный файл конфигурации что например вот на таком-то хосте на находится у нас например наш сайт в котором весь фоу форма от отправки письма в службу поддержки и и этот сайт должен уметь отправлять письма можно разрешить хосту этого сайта работать данным почтовым сервером к примеру пропись манит на мену и в дальнейшем если не уже не удалось проверить то письмо отвергается с определено с определенной ошибкой например данном случае не авторизованные точки назначения или с неизвестным доменом отправителя в зависимости от ситуации и для клея и для почтового клиента собственно указывается то что ему нужно проверять его авторизацию или на наличие этого клиента адреса этого клиента в dc подпись access подготовим файл конфигурации для работы с базой данных для и транспорт мэпсов или тому подобных вещей так вот поспекс так уж он сделан работает не с текстовыми файлами конфигурации а с беркли дебешними базами для того чтобы после реально мог работать с этими данными нужно выполнять для например для конфигурации алиасов команду пост пост алиас которая сделает соответствующую базу данных из-за тех алиасов вот она вот здесь у повесклить алиасы деби или как мы видим для транспорт максов нужно будет выполнить команду постмап который собственно построит тоже беркли дебешни базу нужного типа и уже с этими базами будет работать пост фикс такой у него есть ограничение о котором не стоит забывать поскольку если он забыть можно думать но я же вписал в карте правильные вещи почему пост фикс их не видит он не видит их потому что не было выполнена соответствующая команда типа пост алиасы или постмап которые построят нужную базу по этим данным это архаизм связан связан с тем что подпись все-таки начал создаваться давно и этот момент не переделывался и вот как вы можете видеть в данных файлах конфигурации рассмотрим сейчас их содержимое подробно подробнее когда создадим каждом в каждом из них указывается про его произвольные сквозь запрос предназначены для того чтобы вы выбрать из базы 3 от требуемую в данном случае вещи например если взять первый из этих критиков virtual алиас maps нужно проверить какие есть назначения у данного алиаса в к вместо процент с поспекс подставил после вернее подключиться к базе данных на указанный хост на с указанным логином и паролем и к указанному имени базы данных вместе был вместо процент с запросом подставит адрес на который пришел пришло письмо и ну же бы и и увидит куда куда же именно нужно отсылать и письма для данного адреса если данный адрес является алиасом то есть если это например какая-то рассылка то для каждого адреса подписанную эту рассылку будет в базе до соответствующей таблице базе данных строчка и там в поле go to будет указан на конкретный адрес аналогично сконфигурированы домены которые поддерживаются данным почтовым сервером они все находятся в таблице даме домена домейн данной базы данных и для того чтобы проверить обрабатывается ли данным почтовым сервером этот домен или нужная резолвить им их запись и искать почтовый сервер на который надо отправить письмо после стажа по также пойдет мой сквейл выберет имя выберет строчку в составе именем домена и если ни одной ни одной строю активной строчки для этого домена не найдется то он будет работать так как положено по умолчанию то есть разрезал в этом их записи пытается отправить письмо на соответствующий почтовый сервер если же он найдет такую строчку то он решит что это его домены будет обрабатывать письмо локально в первую очередь он проверит если и соответствующий алиас как мы уже видели нужно ли отправить обработать этот адрес как рассылку разослать на другие адреса это письмо затем либо после того как он увидит что это алиас и увидишь то что есть один из адресов на котором вы отправите письмо либо это не алиаса либо это также алиасом не окажется ему нужно будет проверить наличие на этом сервере конкретного пользователя и проверять он это будет именно таким образом он сделает select mail.dear from mailbox в резервной на процент с и таким образом в виде мест процент с поставить ими пользователей таким образом увидишь что да пользователь с таким вагином на данном почтовом сервере присутствует укажем в качестве примера в единице подпись access разрешим отправлять любые письма с локального хоста настроен транспорт вдове код и укажем что имя дано почтового сервера example ком так Так, подготовим данную конфигурацию и в предлоде Postpix. Его можно не перезапускать для того, чтобы применить новую конфигурацию, можно выполнить Postpix Reload. Вот она выполнилась. Предлагаю продолжить. И сейчас перейти к конфигурации выдачи почты. Для выдачи почты будет использоваться POP3 и MAP сервер DaviCode. И заполним, да, удалим все текущее содержимое этого конфигурационного файла и запишем столя. Конфигурацию сервера DaviCode. В данной конфигурации, так же, как и в конфигурации Postpix указано то, каким именно образом будет взаимодействовать, этот сервер будет взаимодействовать с базой данных и будет получать оттуда вагины и пароли. А именно, если быть точным, указано, где именно находится дополнительный файл конфигурации, в котором указаны методы взаимодействия с базой данных, указано, какие будут предоставляться сервисы. Во-первых, будет предоставляться сервис аутентификации, который будет использоваться Postpix. То есть, Postpix для аутентификации пользователей будет обращаться к DaviCode за тем, чтобы DaviCode проверил, а не самостоятельно ходить в базу данных и проверять пароль. Поэтому вы могли обратить внимание, что ни одного конфигурационного файла Postpix, в котором была бы конфигурирована проверка пароля по базе, не было. Также сконфигурирован сервис LAMTP, по которому DaviCode будет получать от Postpix письма, что будет находиться UnixSocket в соответствующей директории, и он будет предъявлять пользователю Postpix, чтобы Postpix смог туда иметь право писать. Также будут использоваться протоколы MAP, по которым клиенты смогут забирать почту. Ну и указаны конкретные лимиты, в каком месте будут находиться почтовые ящики, в каком месте будет находиться лог, сколько памяти сможет использовать сервер DaviCode, но поскольку памяти, это ваш учебный виртуал, скорее всего, мало, ему тоже много не дадим. И сконфигурируем его именно таким образом. Подготовим файл для его конфигурации для взаимодействия с базой данных. Как вы можете видеть, здесь есть запрос для получения параметров пользователя, где именно находится его почтовый ящик, какие у него есть квоты и так далее. И запрос для проверки пароля. Пароль хешируется устаревшим алгоритмом хеширования MD5, но в данном случае для учебной цели подойдет. И используется стандартный механизм каширования крипт, с которым вы уже познакомились, когда делали второе домашнее задание, добавление пользователей с их свойствами. И второй запрос, собственно, позволяет проверить наличие пользователя с таким именем и получить его хеш-паролик, в соответствии с которым будет в дальнейшем проверено сервером DWI кода. Подготовим конфигурацию, именно пользователя, под которым будут храниться письма и необходимую директорию. Также удалим конфликтующий конфигурационный файл из подставки по умолчанию и запустим DWI код. Это второй компонент нашей инфраструктуры, предназначенный для выдачи почты. Третьим компонентом будет веб-интерфейс, предназначенный для управления того, какие домены обслуживаются и какие пользователи на этих доменах находятся. Его мы также сейчас развернем, когда закончим с этим этапом. Поэтому сейчас я прошу вас все то же самое сделать и запустить DWI код. Следующий этап того, что нам необходимо сделать, это подготовить веб-интерфейс для управления нашей почтовой системой. Подготовим мы его так же, как и прочие приложения на языке PHP, которые мы разворачивали в рамках данного курса. Я уверен, что вы все это уже хорошо умеете. Подготовим директорию для него, скачаем исходники. Разархивируем их и переложим в текущую директорию. И напишем конфигурацию. В конфигурации укажем, что все уже сконфигурировано. Укажем какой-нибудь... Укажем хэшик пароля, по которому все это было установлено. Помните, этот пароль необязательно. Просто нужно, чтобы это был валидный хэш. Так, укажем URL, содержащий адрес вашей виртуалки. Я указываю здесь свою. Вы, естественно, все указываете свою. Также необходимо правильно сконфигуровать доступ к базе данных. Как вы все создавали этого пользователя базу и задавали пользовательный пароль. Что указать? Нули написать. Нельзя, конечно. Попробуйте посмотреть ответственный вопрос, почему. Что такое вообще адрес, состоящий из одних нулей? А там речь идет не о том, где он слушает. Это URL, который будет дописываться к ссылкам. Какой смысл имеет 0.0.0 в URL, который будет отдаваться браузеру? Ну, устанавливать, как здесь указано, Nginx и прочее не обязательно, поскольку вы, скорее всего, на эту учебную виртуалку все это уже ставили. И если вы ее до сих пор не сносили и не представили, то это делать не требуется. Но, в отличие от предыдущих случаев, подготовим директорию для хранения сессий в PHP, чтобы была возможность логиниться. И сконфигурируем про взаимодействие Nginx с PHP-FPM. Поехали, что он запустил автостартом. Нет, не запустил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы ее проверить, добавим новый почтовый ящик, назовем его тест-1, например, назовем для него какой-нибудь простой пароль. Добавили ящик. Попробуем отправить на него письмо. Продолжение следует... 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 и ваш домен можно считать спамом как это сделать здесь опять же на помощь приходит система dns и а именно тот факт что dns позволяет делать то данность есть возможность делать записи типа тексты созирающий произвольный текст и в качестве примера этого использования тексты записи придумали стандарт spf center policy framework который позволяет вам для своего домена указать какие именно в хосты имеет право отправлять почту вот здесь вот пример для домена gmail.com да на домене gmail.com есть текст и запись который указывает что это да и в равно spf 1 значит spf запись и придиректить на другую текст и запись spf google.com запись spf google.com также является тему типа текст и также является спф записью на что указывает в равно spf 1 и и в ней инклюзится несколько других текст и записей а все все что у них не входит а со всего что в них не входит отправка до почты для домена gmail.com запрещена просмотрим что находится в одной из таких записей в одной из такой записи и таких записей указано ipo 4 адреса с которых разрешена отправка почты отправка почта всех остальных адресов в рамках данной записи запрещена и таким образом компания google указала только свои собственные доверенные по сети из которых могут отправляться и письма с домена gmail.com все остальные если письмо знаменок был ком поступит с какого-то адреса не указанного в одну в spf записи не входящий в одной из разрешенных по сети это можно считать такое письмо спамом поскольку компания google как владелец этого домена не разрешалось данного ради адреса отправлять подобные письма если вы для своего домена настроить спф записи всегда будет отправлять письма другие почтовые серверы только с хостов в эту спф-запись входящих это повысить доверие к вашему домену другой другая задача о которой мы говорили это валидация того что письмо что содержимое письма по дороге не поменялось и вообще это письмо было написано на том домене которые вы уже верили что письмо было отправлено с того почтового сервера в неизменном виде который обслуживает данный домен для этого используется механизм от ким домен киевин дефейд mail механизм таким также использует тексты записи днс на данном случае использует их для того чтобы можно было в подобной записи разместить публичный ключ используемый для электронных цифровой подписи писем в заголовках в заголовках писем там случае присутствует заголовок деким сигнача в котором указывая указано заголовки использую а также дополнительные данные используемые при электронной подписи указан алгоритм аэро ска 256 электронной подписи указан наш домен яндекс ру указан под домен смейл указан конкретный таймстэмп когда была выполнена электронная подпись также указано дополнительные заголовки вошедшие в подпись from to subject message id и date и указано значение подписи зная току публичный ключ а также имея данные и таким подписи почтовый сервер может эту подпись проверить и убедиться что письмо действительно не не менялась как минимум в тех заголовках которые указаны как использовавшихся в подписи а также в теле письма таким образом можно будет вы будете уверенным в студии что письмо действительно было отправлено в таком такой принято в таком виде в ком она была отправлена и использование таким повышает опять же доверие к вашему домену поскольку как минимум письма приходит именно таким какими пришли доверять им можно чуть большей степенью от входящего спама защищаться очевидно сложнее ну первые очевидные меры для это для входящих писем нужно настроить проверку spf и ким то есть так что то вы отбрасывая для доменов для которых заданная спф-запись отбрасывать письма приходящие с адресом в эту спф-запись не входящие настроить проверки ким для входящих письма и например помещать как возможность вам письма на которых не было электронной подписи но защититься подобным образом от нежелательных письм со спамерских доменов они ведь могут каждое спамное письмо принципе таким вам подписывать спф у себя настроить ну или письма подделанные под домены не поддерживающие данные технологии не получится например вам если вашей фирме нужно для задач бизнеса переписываться с какой-то другой конторой у которой на не настроен исполнению ни таким не спф вам придется получать от нее письмо то что иначе не не полы не получится с ними взаимодействовать и такие и придется использовать более сложные алгоритмы выявление спама к сожалению здесь каких-то конкретных решений предложить совершенно невозможно потому потому что если бы они существовали спамеры под него немедленно подстроились и эти решения перестали быть таковыми что и происходит постоянно постоянно происходит происходит гонка вооружений между системами защиты от спама которые выявляют и спамерами которые пытаются эти проверки обойти для приходу скорее всего для до для решения данной задачи если вы будете наставить свой почтовый сервер вам придется использовать один из продуктов для эвристической и статистической защиты то есть у него будет набор правил каких-то пока то согласно которым будет присваивал присваиваться определенный скор каждому письму насколько она может казаться спауном или не спаму и будет оцениваться статистика отправки первого получения писем различных адресов различных доменов и так далее для того чтобы оценивать что из этого больше похоже на спам для примера подобного решения это спам ассасин для фильтрации писем используют больший шокий набор правил который регулярно обновляется и он его синхронизирует центральным сервером настраивать спам ассасин сейчас мы не будем поскольку как показала практика это долго у нас уже время потом подходит к концу но если у вас когда-нибудь будет желание настроить свой собственный почтовый сервер вы можете попробовать им воспользоваться в качестве начального решения спама конечно спам ассасин пропускает но не так много как его приходит на на сервер в крайнем случае можно воспользоваться каким-нибудь скрыт коммерческих решений для федерации спама но на этом поскольку время у нас времени уже не осталось и предлагаю закончить занятие а и Продолжение следует...